Рабочая поездка в Санкт-Петербург Следом основное мероприятие визита Общесобрание Российского Исторического Общества в президентской библиотеке В этом году собрание прошло в 12-й раз И впервые с момента воссоздания Российского Исторического Общества Местом встречи была выбрана не Москва, а Северная столица Для самого общества это в каком-то смысле возвращение к истокам Ведь, как вы, наверное, хорошо знаете Дореволюционное русское императорское историческое общество Было основано именно здесь, на берегах Невы Его первые общие собрания проводились в Ванечковом и в Гатчинском дворцах Сегодня же мы собрались в гостеприимных стенах президентской библиотеки Имени Бориса Николаевича Ельцина, бывшем здании Синода Место проведения собрания действительно выбрано не случайно В 2012 году президентская библиотека вместе с 26 крупнейшими российскими вузами, музеями и другими организациями Выступила одним из учредителей общества С того времени библиотека РИО регулярно реализует совместные историко-просветительские проекты Общие собрания РИО ежегодные мероприятия, в которых принимают участие сотни делегатов со всей страны Известные ученые, педагоги, государственно-общественные деятели, представители библиотек, музеев и архивов Огромное спасибо российскому историческому обществу за ту системную работу, которую мы ведем на протяжении уже многих лет И вместе с членами исторического общества нам удалось провести целый ряд мероприятий И отпраздновать очень важные даты в истории России, в истории нашего города Российское историческое общество сегодня это огромная созидательная сила, отметил Сергей Нарышкин В ее рядах 800 индивидуальных и свыше 150 коллективных членов Почти 70 региональных отделений РИО ведут работу по всей стране Они объединяют университеты, музеи, библиотеки, архивы Вовлекают в свои проекты ученых, краеведов, учителей Активно сотрудничают с руководством своих регионов, представителями средств массовой информации и сообщественностью Поддержка историков в Соединенных регионах России была и остается нашим ключевым приоритетом С февраля этого года в Донецкой и Луганской народных республиках Стартовали организованные экспертами РИО занятия по музейному делу Осенью проведем в Мариуполе конференцию по общественно-гуманитарным наукам А в Ростове первый форум музейных работников Новороссии Кроме того, уже сегодня нам предстоит принять решение о создании регионального отделения общества Херсонской области Уверен, что появление этой площадки откроет перед историками Херсонщины новый профессиональный горизонт По итогам собрания председателем нового отделения был избран исполняющий обязанности министра культуры региона Артем Логойский Теперь филиалы РИО охватывают все освобожденные регионы Новороссии В ходе голосования делегатов был учрежден и перечень приоритетных тем работы РИО В числе приоритетов на 2025-2026 годы 200-летие со дня выступления декабристов в Санкт-Петербурге 60-летие первого выхода человека в открытый космос Юбилей Есенина и Шовахова И, конечно, 80-летие победы в Великой Отечественной войне 80 лет – это большой срок Война все дальше уходит от нас в прошлое И уже мало осталось ее конкретных участников Можем ли мы говорить о том, что наши знания исчерпаны о войне Вышли тысячи и тысячи книг Много документальных публикаций, фундаментальных трудов Но, тем не менее, тематика истории войны неисчерпаема И я полагаю, что мы должны приложить все усилия Для того, чтобы эту тематику как можно активнее продвигать Одним из крупнейших издательских проектов, реализованных за последнее время При поддержке Российского исторического общества Стало академическое издание «История России» в 20 томах Издание фактически восполняет почти 60-летний пробел В публикации подобных многотомников Оценивая эту работу, вот два вышедших тома Надо сказать, что в начале, когда проект начинался Были сомнения, вообще нужен ли обобщающий труд Ведь в любом случае он не вместит всех знаний Не заменит изданий по отдельным эпохам Не согласует все многообразие оценок и интерпретаций И сегодня мы видим, что это издание не только необходимо и актуально Но оно реализуемо на практике Несмотря на усилия недружественных государств Направленные на фальсификацию истории Важным направлением работы российского исторического общества Остается развитие международного сотрудничества Нынешняя международная деятельность проходит в сложных условиях Связанная с теми антироссийскими политическими устремлениями Которые демонстрируют страны Запада И она распространяется не только на сферу политики Но и, как вы можете понять, на сферу истории Поэтому наша задача состоит в том Чтобы усилить правдивое освещение тех сюжетов и проблем Которые подвергаются искажениям в исторической науке В политических кругах других стран В ходе собрания сопредседатель РИО И заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил Что одной из отличительных черт обновленной системы высшего образования Станет единство подходов к содержанию всех Социально-гуманитарных дисциплин Преподаваемых на непрофильных направлениях подготовки Цель этих изменений в том Чтобы добиться освоения каждым Вне зависимости от выбранной специальности Определенного минимума знаний культурного человека И в этом смысле обновление курса истории России Можно рассматривать как успешный пилотный проект Сегодня мы работаем над тем Чтобы обеспечить этот курс учебной литературой Хрестоматия с основными источниками по истории России Подготовленная Росархивом уже готова А учебник по истории России Находится на завершающем этапе внесения правок Этим занимаются коллеги на площадке Института российской истории РА Решением участников общего собрания Сергей Нарывкин был переизбран на пост Председателя общества сроком на три года Кроме того, собравшиеся утвердили Принятие новых физических и юридических членов общества Теперь в РИО состоят 172 организации И 926 человек По завершении заседания Серебряными медалями Российского исторического общества Были награждены двое членов Совета РИО Председатель Геральдического совета При президенте Российской Федерации Государственный Геральдмейстер Заместитель генерального директора Государственного эрмитажа по научной работе Георгий Виленбахов И директор Института истории, археологии и этнографии Народов Дальнего Востока Председатель Совета отделения РИО В Приморском крае Николай Крадин В тот же день Сергей Нарышкин провел заседание Попечительского совета Государственного музея Истории Северной столицы Заседание прошло в Петропавловской крепости Наряду с крепостью в музейный комплекс Входят и знаменитая особня Крумянцева На английской набережной И музей квартиры Блока И музей Кирова В будущем составной частью музея Станет и мемориал героем Челюскинс В прошлом году Российское историческое общество Выступило с инициативой Об установке памятника героям Челюскинсам В Удельном парке Макет этого монумента уже готов Хотя он обсуждается еще Необходимые согласовательные процедуры Инициированы Рассчитываю, что в перспективе Новый мемориал мог бы стать Еще одним памятником В составе музея истории Санкт-Петербурга В этом году ровно 90 лет Окончания драматичной Челюскинской эпопеи В свое время за спасением Челюскинсов Следил без преувеличения весь мир А полученный опыт использования авиатехники В суровых и непредсказуемых условиях Арктики Стал серьезной вехой В развитии полярной авиации Служба информации фонда История Отечества Диана Служба информации Штург Штург